Дамы и господа, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! В гостях у канала «Спорт, наука, искусство» пребывает одна из самых легендарных личностей русскоязычного пространства, которая является живым воплощением российско-кубинских культурных и политических связей. Александр Фиделевич Серегин Кастро. Александр Фиделевич, расскажите вашу биографию буквально в двух, трех, четырех минутах. Родился в России, в глубинке, мама туда ездила, потом переехал на Кубу, окончил там школу, попал в Советскую армию, в стройбат, дали институт, исторический факультет, и с 96-го года я в Москве. И встречаю здесь много интересных людей и событий, и живу здесь. Так, прекрасно. А вот теперь то же самое, только как можно более подробно. Ваш родной русский город, ну, ваши отношения с вашим отцом, если не являются личной тайной, и вот, собственно, ну, вот ваша русская семья, начиная с самого простого. Кто была ваша мама по профессии, и как, собственно, вся эта заварушка пошла с вашим появлением на белый свет? Ну, моя мама была разведчицей, своей профессией окончила одесскую разведшколу. Но в последнее время она мне не благословляет больше распространяться об отношениях, об то, что было. У нее, как бы, были некоторые нюансы, и сейчас она, как бы, решила опять, скажем так, с собой эту тайну носить. Поэтому я все-таки хочу сосредоточиться на более интересных вещах. Какой бы я ни был, сколько во мне крови, но я русский, я так себя считаю. И в моей душе русская идея, русская идея, она очень простая. Объединение всего мира в единую дружную семью. И сейчас технологически это можно легко сделать. И Россия, показав пример нового собственного бытия внутри страны, покажет совершенно новую модель. Модель справедливую, где каждый человек найдет свое место, найдет способ реализовать все свои таланты, сможет максимальным образом не только прожить жизнь интересно, и яркую, полную деятельности в больших коллективах, в большой семье народов. Ну и уходя, будучи, неся информационный след, никогда не умрет, а останется в этой системе продолжать дальше работать. Это еще был такой Николай Федорович Федоров, русский космист, философ и ученый. Он это все предвидел. А, ну прекрасно. То есть правильно ли я понимаю, к тому идейному блоку, к тому идейному модулю, который вы сейчас проповедуете, которого вы сейчас пытаетесь как-то развивать, вы пришли благодаря идеям Николая Федоровича Федорова. Ну вот прекрасно. Как известно, в Москве есть целый семинар, который посвящен Федорову, занимается им Анастасия Георгиевна Гачева. Ну вот, собственно, расскажите, как вы вышли на этот семинар и вот как... Нет, я не участвовал в этом семинаре. Я знаю философию Николая Федоровича Федорова, но он как бы не один родоначальник этой идеи. Еще есть Достоевский, Толстой и Федоров. Вот три столпа. Все те организации, русские семинары, которые популяризируют этого забытого пророка, это все замечательно. Я же работаю над будущим. Что делать конкретно? Не то, что восхищаться талантами и гениями, хотя они все этого заслужили, ушедших от нас с таких столпов. Ну и наработать по направлению конкретной деятельности. Сейчас очень важно, что есть вот дорожная карта, как сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, двух, либо трех человек. Чтобы создать систему живую, откликающуюся на все вызовы времени, обеспечивающую благосостояние граждан на долгую перспективу. Как вовлечь всех людей в принятие решений. Ведь сейчас, как получается, люди и сами по себе, государство само по себе. И многие, даже талантливые люди, не могут найти себе применения. Находятся, делают не то, что их радует в жизни. Все вынуждены за зарплату работать, за какие-то деньги. И тот социум, который у нас сейчас создан, он не свойствен русскому народу. Мы, даже если посмотреть на молодежь, она вообще не понимает, куда идет страна и что она делает. Здесь очень большой пласт работы. Но он такой совместный, соборный пласт работы. Ну, за что варенье? А что касается молодежи, с ней ситуация, в общем-то, более-менее понятна какая. А что касается, может, сейчас, чем молодежи, ее биоэнергетика такова, что на свой временной промежуток от 18 до 25 лет она должна самоутвердиться в своей профессии и получить плоды первых своих зарплат, то есть заработать первые деньги. Наша с вами молодость, которую мы проводили в студенческих строительных отрядах. Давайте вспомним об этом. Ну, дело в том, что страна тогда имела ориентиры построения социализма с перспективой перейти в коммунизм. Я это прекрасно помню. И тогда еще теплился в людях энтузиазм. Теплилась надежда на светлое будущее. Сейчас, будучи свернувши наши стези с социалистического пути развития, с заброшенной идеологией, и мы навлекли на себя капиталистический образ жизни, а он оказался не свойственным русскому народу. Не произошла легатимизация капиталов. Всех олигархов считают априори ворами, кровопийцами. И сам вот русский народ он ждет, ждет вот воплощения все-таки своей мечты и вот этого светлого будущего, радостного для всех. Чтобы был смысл с дивана подниматься и идти строить большое совместное дело, большое общее дело. пока мы лишь наблюдаем жуткий индивидуализм, который полностью захватил все слои населения и в том числе и молодежь. Быстрее обогащайся по возможности и наплевать, что будет. Так это не наш путь. Мы все-таки должны показать всему миру пример удивительный, как не раз уже показывали. все народы ждут спасения от России. Наша великая культура и история об этом свидетельствует, что только на Россию сейчас сможет мир надеяться, либо все мы вместе погрязнем в пучине ядерной войны. великая культура Александр Виталий здесь можно очень долго дискутировать, соответственно здесь можно вспомнить различные примеры в этой связи. Значит давайте мы сейчас как-то более подробно ну первый соответственно наш способ индивидуального зарабатывания денег это сейчас у нас становится как известно во всем России а также во всем мире все меньше и меньше рабочих мест. Почему? Потому что все больше и больше работ. Роботизация и так далее. Я буквально был на московском предпринимательском форуме там называют очень страшные вещи, что через течение ближних десяти лет на нашем зеленом шарике общее наличие рабочих мест сократится на 800 миллионов. Куда трудоустраивать эти 800 миллионов, чтобы эти 800 миллионов имели хоть какие-то заработки, в общем случае не очень понятно. Замечательный вопрос, на этот есть конкретный ответ. Это соборная социальная сеть России, как каркас общества, государства, где по ячейкам, по интересам люди, образуя вот эти вот ромашки круги вокруг ближнего, наиболее опытного специалиста, наставника, смогут решать любые вопросы в любой сфере. Ну, например, в клуб собаководов посередине самый главный собаковод, который все знает о собаках, а вокруг него 12 помощников в интернете, соответственно. Весь мир неизбежно перейдет в интернет, и именно невостребованные профессии, люди, все, находясь в интернете, но работают на себя, на свой собор, на свою ячейку, на свое общество, будут наносить вклад и, соответственно, получать зачисления в этом интернет-организме. потому что все остальное бессмысленно. Ситуация складывается в том, что надо создать такую среду, такие IT-решения, которые уже есть, и искусственная интуиция, и искусственный интеллект, которые будут помогать людям. Искусственная интуиция, искусственный интеллект будут не замещать людей, а помогать им в этом живом организме находить наиболее правильные решения. это соборная социальная сеть России, она, показав пример вот этой синергии огромной, показав то, что все сопричастны к этому большому общему делу, смогут сделать невероятные открытия в любой области, невероятные продвижения. Каждый из людей, он просто станет гением. Страна наша станет гением. гениальна во всем. Русский человек с помощью русского языка и своей образцем мышления, он и является гением и человеком именно выдающим идеи. И в этом отношении просто надо создать очень удобную среду. став каркасом эта сеть поведет всю Россию уже к более значимым свершениям. И вот это светлое будущее наступит как манна небесная. Это не тот цифровой концлагерь, который западный мир навязывает и китайская модель социального рейтинга. это другое совершенно. Это стимуляция деятельности. Это свобода творчества. Это то, что мы все ждали. Это же не просто идея русская с потолка или с печки кто-то упал придумал. Это синтез всей русской философии. Все время к этому шли. город солнце, который должен быть построен. Например, у американцев национальная идея это град на холме. Это индивидуализм жесткий. И с этого града на холме они смотрят на остальной весь мир с презрением и пытаются насадить демократию по своему виду, запутав многие народы в эту тему. Мой дом, моя крепость. Да, мой дом, моя крепость и моя мастерская. Но русский путь несколько другой. Мы широтой души выйдя на просторы любую весь мир захватим. Покорим. Даже я так скажу. частично нас уже получается. Дело в том, что в рамках моих представлений образ русского человека это образ уже вполне сформировавшийся. Тем более это особо ясно видно в последние три закреты, когда резко увеличилось количество наших сонис антических, которые бывают за рубежом. Но тем менее собственно мы находимся в Россию, чем что-то изобрать в Россию, здесь видимо проблема состоит в том, что до процесса творчества в любой биоэнергетической структуре человека, в любом поле его биоэнергетической деятельности идет соответственно один очень занятный блок, блок удовлетворения его базовых потребностей. Соответственно блок удовлетворения базовых потребностей это та совокупность общественных благ, которые он должен по тем или нам или иным социальным механизмом, например, что-то простейшее, например, студенческая стипендия, например, традиционное пребывание детей в семье на их семейном бюджете, это пример номер два, он должен человек что-то от общества базово получать. Только после этого, как с точки зрения продуктов питания, одежды, простейших средств по борьбе с внешними насекомыми, моющих средств и так далее, типа мыла, стирального порошка и так далее, соответственно, то, что он должен получать, так и в виде, соответственно, некий духовный компонент, в виде, например, образования, то есть те же самые точные науки, те же самые гуманитарные науки и т.д. и т.п. Американский философ русского происхождения по фамилии Масло Уф, в котором очень легко просматривается русский пирамида пирамида Масло. Вы не могли бы на ваши планы смелые, на вашу теорию посмотреть с точки зрения этой пирамиды господина Маслоу? Вам был бы интересен такой вопрос? Ну да, естественно, это треугольник, который имеет свои вершины потребности, и они по слоям идут. Это действительно базовые потребности человека, можно даже подсказку. Потребность принадлежности и любви, потребность безопасности, психологические потребности, потребности познавательные, эстетические потребности и вот на вершине потребность самореализации. Естественно, это все можно элементарным образом, скажем так, сленговым словом сказать, разрулить. Ведь само построение вот этой новой системы государственности с элементами народовластия, народотворчества, оно само по себе тоже творческий процесс. Я не говорю о том, что у меня конечная точка этого, но нужно все вместе это начинать. Мы потеряли время много, потому что в общих чертах теория готова была уже с 97-го года. есть такой философ Игорь Тимофеев из Риги. Он написал ультиматум русской партии, где описал смысл человеческого бытия и вывел абсолютно идеальную формулу. У человечества две цели, пишет он. Самоуничтожение первая цель, с которой наслаждение человечества приближается и нас отделяет совершенно как бы какие-то мгновения от того, что в историческом плане, что кто-то случайно кнопку нажмет и начнется ядерная война. Вторая цель это объединение всего человечества, единая семью, единый живой организм. И первая цель естественно достигнуть легче всего и она самая приятная можно сказать для почему? Потому что чтобы не приступать ко второй, вторая она более хлопотная, это создавать надо идти компанию гигантскую мировую, это не втягивать туда все население, это приступать к воскрешению ушедших поколений по информационному следу, потому что без учета ушедших поколений строить будущее безнравственно на данный момент. И как бы это фантастически не звучало, в будущем все вместе собираясь в этот единый организм смогут общаться с Ломоносовым, с Петром Первым, с учеными, с музыкантами, с поэтами, то есть впереди золотой век, золотой мировой век. И удивительно, что очень мало вообще на планете Земля сейчас, кто об этом задумывается, все находятся в какой-то текучки. И сейчас, например, вот то, что идет спецоперация на Украине, это не что иное, как интуитивно Владимир Владимирович Путин оттягивает время, выстраивая барьер, чтобы к нам не лезли со своими интересами западная идея уже, в надежде, чтобы быстро у нас здесь внутри России сформируется вот это ядро, будет найдена большая идея и весь народ наконец станет сопричастен к всем происходящим событиям. Не будет такого, что моя хата с края. Этот процесс неизбежен. У нас это миссия русского народа. Нет, здесь можно очень долго говорить о том, как некое единое русскоязычное языковом пространство. Собственно, Украина никуда не выпадала из этого русскоязычного языкового пространства, за исключением нескольких комичных новостей буквально 10-15 летней давности можно кричать «Ура! Наконец-то на Украине появляются те люди, которые не понимают русского языка». Это реальное духовное достижение независимой Украины. Соответственно, у таких персонок для меня все больше и больше очень интересных занятных забавных словом. Тем не менее такое есть. Так мы через собственный пример сможем вовлечь и Украину, ближайшие страны СНГ поначалу в нашу систему, в нашу совершенно новую. Дело в том, что ветхая система, в которой мы сейчас находимся, она не предполагает каких-то вариантов таких, чтобы они нравились людям. Мы не предложили даже той же Украине, Беларуси что-то другое, кроме оголтевого олигархического капитализма с эксплуатацией человека человеком, меньшинством большинства. И соответственно, что мы несем, каков он русский мир. Мы не сформировали красиво этот образ будущего, а это работа большая институтов, конструкторских бюро, IT-компании. Это очень серьезная государственная работа. Я лишь только пытаюсь дать толчок, начало. Я знаю четко, что в теории все найдено абсолютно. И есть дорожная карта, что делать, как делать, цель, срок и план. Его необходимо предварять. Мы уже на пороге таких изменений, а изменения лучше инициировать самим, а не ждать, как вот сейчас 80 специалистов из Китая думают, как, например, лишить людей Ютуба, как элементы социального рейтинга внедрить в России, но мы не сможем жить в чужой системе. Нам нужен русский космизм, широта, возможность большого общего дела, творчества, вот этой большой радости всеобщей. Когда все выходили, я помню, 1 мая на демонстрации радовались, везде были улыбки. Сейчас люди именно грустят от того, что нет ощущения, что впереди что-то светлое, везде вот этот темный мрак. Большое разделение именно проходит по экономической составляющей, то есть есть сверхбогатое остальное население. С этим делом надо заканчивать и делать всех счастливыми. Русский человек может быть счастлив, если только счастливы все вокруг. Что толку иметь большие яхты, самолеты и прочее, когда вся провинция наша в унынии находится. Ну естественно задача любого креативщика создать тот творческий продукт, который имел бы максимально широкий отклик, говоря на вашем языке, чтобы он всему миру приносил счастье. Ну вот собственно все абсолютно закономерно, все абсолютно логично. Пора приступать. Да, пора приступать, это собственно время придет, время придет, это прекрасно. Вот примерно об этом же говорил ваш покойный слуга, говорил, говорит, о том, что в нашей замечательной стране, точнее у нашей замечательной страны нет своего внешнекультурного концепта. И начиная с момента демонтажа социализма на полном серьезе создается ощущение, что нам абсолютно нечего сказать внешнему миру. Иногда на полном серьезе создается такое ощущение. Или то, что мы пытаемся всему миру сказать, вызывает некий ироничный отклик. Здесь начинается, мне хочется вспомнить одну популярную коленовскую шутку, если не ошибаюсь, из команды, из репертуара команды коленов Днепропетровского государственного университета, ничто не дается нам так дорого и ничего не ценится там так дешево, как наше достеление. Величайшее сожалению. В ряде случаев это выглядит именно таким образом. Что касается экономики нашего замечательного русскоязычного пространства, то оно с моей точки зрения трансформируется одним очень удивительным образом. Пункт первый. Все, кто хочет так или иначе хоть как-то креативить, крупными городами. В данном случае это Москва, Сумпетербург, Новосибирск, которыми взаимовал очень хорошую, справедливую и правильную с моей точки зрения репутацию столицы всей Сибири. Это, естественно, город с достаточно высокого интеллектуального потенциала. Недавно мы брали интервью с Андреем Андреевичем Разгаловым, учредителем новосибирского технопарка. Это достаточно интересная вещь, о чем он говорил. В другом интервью телеканалу говорился о том, что у нас в нашем замечательном русскоязычном пространстве ситуация есть такова, что к величайшему сожалению наше государство родное не нуждается в хороших экспертах и так далее. Но все-таки давайте как-то думать о нашей замечательной российской экономике. Сейчас у нас от 5 до 10% сельского населения. У нас, слава Богу, такое сельское хозяйство, которое в отличие от советской социалистической ситуации все-таки зерно не ввозят, а все-таки зерно вывозят. То есть собственно рыночные отношения все поставили на свои места. Россия, слава Богу, поставлена курс на продовольствие и независимость. Более того, поставлен курс на импортозамещение практически во всех сферах народного хозяйства. Ну и ваше мнение, является ли вот этот курс логичным, закономерным, приносящим свои плоды и вот продовольственная безопасность сыграла свою роль и действительно в сельских районах тоже проживает много умных, хороших людей. И сейчас же оптоволокно протянуто с помощью выборов до каждого уголка, даже самого глухого. поэтому и интернет везде соответственно даст возможность людям быть включенным в этот живой организм. Будут опять же говорю, вот эта соборная социальная сеть России, она как общее социалистическое предприятие, ведь каждый из колхозников тоже будет иметь долю в этой IT-компании. Вот, например, есть Яндекс, там несколько хозяев, учредителей, они всю прибыль берегут под себя, платят какие-то налоги, может, не платят. Наша концепция она подразумевает, что каждый гражданин России становится со-собственником пусть маленькой доли, но вот этой вот страны, IT-страны, то есть этой метавселенной, этой русской матрицы. То есть это уже навсегда как бы человек. Здесь тот доход, который будет получать, вот этот практически новый интернет, он будет распределяться равномерно между всеми, как бы, в виде безусловного базового дохода и в виде премий разных за положительную творческую активность. Например, художник, который вроде как бы производит только для себя, но он несет красоту миру, и система будет учитывать это, и начисления будут ему соответствовать, полагаться и будет большой стимул быть развитой гармоничной личностью, заниматься спортом, практиками, творчеством, не быть убийцей и садистом, потому что это крайне невыгодно. И самое большое, например, наказание будет не тюрьма и не расстрел, а какое-то временное отключение от системы, от всеобщей радости и благости, и человек подумает, нет, лучше я буду всегда в коллективе, не буду его позорить, и тем самым мы придем к гармонично развитому человеку, гармонично развитому обществу, обществу созидателей, творцов, а не потребителей и жутких эгоистов, садистов. И этот будущий процесс, он неизбежен, это наш как раз и есть генетический код. Мы для этого и рождены, просто мы никак не могли за чередой вот этих исторических трагедий, событий, его распознать. Сейчас вот он, этот путь найден, он совершенно четок и ясен. Надо собрать всех, цель вообще все души собрать в этот собор, абсолютно. Есть четкая цифра, 810 миллиардов, 554 миллиона, 565 205 душ. Вот 3 души здесь стоят тогда было бы, например, если бы нас не было, то было бы 202. И вот этот вот собор, он должен быть построен к 3000 году, то есть это долгий еще путь, который предстоит России начать. потому что это не просто тоже от фонаря, это многочисленные пророчества говорят о том, что к 3000 году мы все войдем уже совершенно в новое творение, будет новая земля и новое небо. То есть надо приступать к новому творению. Мы застряли в старой ветхой эпохе. И сейчас Россия имеет все шансы. Раньше это невозможно было сделать. Не было таких технологических решений, не было интернета, не было понятно, что такое социальные сети, как работают госуслуги и так далее. Вот все это надо сейчас собрать в единый собор, в единую IT-площадку, сделать государственную IT-компанию, прекратить полностью отчисления всем ненужным элементам, убрать там все то, что не нужно, и самые лучшие передовые решения внедрить. И это надо делать быстро, пока мир еще не вошел в фазу такой войны всех против всех, у России есть еще шанс явиться, явить миру миротворчества, большой шанс дать, дать вот эту большую идею и обеспечить всех буквально счастье. Но если исходить с того, что сейчас это все-таки творческая реализация, то здесь собственно вопрос творческой реализации мира, здесь вопрос о том, как, например, те же самые духовные достижения, то есть изобретения, какие шансы они могут проходить в мировом масштабе, какие шансы имеют проходить в русскоязычном пространстве и так далее. Можно ли немножечко, чтобы Вы дали сравнительную характеристику тех двух стран, которые Вы более-менее хорошо знаете. Это Россия и Куба. И, собственно, если можно, о Вашей второй родине, то есть Куба, что бы Вы о ней могли сказать? Ну, то есть, что мы знаем? Мы знаем, что пункт первый. Страна жаркая, к счастью, там нет засух, к счастью, там есть горы, где более-менее прохладно, в отличие от Приморского пояса, где, собственно, достаточно жарко. Значит, в стране, к сожалению, отнюдь не роскошно с экономикой. Основным национальным богатством, так были, так и остались, это, простите, пункт первый, сахарный тростник, пункт второй, это всякого рода курортные услуги. Я не буду вдаваться в подробности, это вообще известно. Да. И Куба в этом отношении является таким примером, когда хорошие люди, веселый народ, честный, открытый, но страдает от абсолютной финансовой проблемы, можно так сказать, как они говорят, но проблемы, все говорят, на Кубе нет, проблемы есть. И сам Фидель, он вообще как раз хотел из Кубы сделать остров свободы, остров свободы творчества, как раз вот остров солнца, чтобы населяли поэты, художники, писатели, чтобы люди радовались жизни. был выбран социалистический уклад, но он очень тяжело идет в экономическом плане, поэтому Кубе ничего не останется, как тоже создать Кубину, мы им поможем в создании кубинской вот этой системы, живого организма, куда войдут все граждане, от младенцев до стариков и когда они смогут в ней хотя бы начать зарабатывать с помощью своих талантов средства, и тогда все распределится более-менее нормально и потихоньку Куба начнет возрождаться и действительно будет самым счастливым местом на Земле, потому что все климатические природные условия для этого есть. А сейчас конечно в полном тупике находятся и руководство и сами граждане иногда они даже выходят на протесты, потому что не понимают как можно дальше жить на 4 доллара в неделю. Но я могу себе представить. Дело все в том, что к сожалению мировая экономическая статистика она беспощадна. Россия приписывает 7000 долларов на человека в год. Кубе она приписывает 1 000 долларов на человека в год. Годового дохода. Это тот самый страстник, те же самые курортные услуги, ну может быть медицинские услуги. то есть то, что к величайшему сожалению вашему отцу досталась страна изрядно погрязшая в коррупционных долгах предыдущего правительства, изрядно погрязшая, насколько ему удалось или насколько ему не удалось погасить эти долги. Сказать очень тяжело, соответственно, здесь мнение граждан Куба. Последние годы, когда собственно уже вашего оцени стало и соответственно правительство как-то помнит или не помнит на России нынешнее вот ваше впечатление правильную политику правительства нынешней Кубы проводит относительно России. Ну политика Кубы относительно России правильная она и поддержит Россию в ООН и всячески уважает но не может понять почему мы их бросили почему больше экономически не помогаем массированно как это было раньше и Куба все-таки держалась тут не секрет на дотациях на вливаниях Советского Союза нам было выгодно иметь на Кубе именно вот такой конгломерат людской правительственной экономической в пику Соединенным Штатов и сейчас там народ на грани буквально вот срыва потому что тот социализм в который верили все он не дал своих результатов потому что Маркс и Энвис они все-таки в тупик завели человечество не рассказав не обозначив четко что такое коммунизм и коммунизм стал такой абстракцией некой что надо было построить социализм как материально-техническую базу только потом приступить к коммунизму где каждому по потребностям от каждого по способностям но и они не знали что будет интернет они не знали что будут технологические решения сейчас это все уже готово в принципе можно назвать даже кибер-кабунизм когда все будут учтены потребностей и хлеб насущный будет добываться не только в поту но и легко и радостно занимаясь творческим процессом ну для вас в ряде случаев о чем пытаюсь как-то настроить как-то сказать что плоды своего творчества реализовать будет очень даже нелегко те же самые допустим доходы от ютьюба это жесткое условие в одной тысяче подписчиков и четырех тысячах часов посещений в год условие достаточно жесткое соответственно это то чего ты фактически не купишь в отличие соответственно от подписчика все очень жестко значит на рутьюбе тебе нужно в обязательном порядке иметь пять тысяч оригинальных просмотров продолжительностью не менее одной минуты в чем соответственно как-то особенность того и соответственно после этого уже идет монетизация ты разумеется будешь иметь какие угодно результаты от своей творческой деятельности ты можешь иметь какую-то морально-эстетическую подпитку ты будешь говорить да твои друзья тебя будут называть молодцом да ты будешь чувствовать что да им плоды твоей деятельности какие-то что-то дают и какие-то вопросы отдельно решают это будут новые совершенно технологические решения и тут не надо оглядываться ни на youtube ни на rutube ни на другие IT-компании надо буквально с нуля прописывать все совершенно новые условия совершенно новые технологические решения гениальные решения зачастую вот даже этой искусственной интуиции это удивительное изобретение тоже русских ученых которые буквально перевернет в скором времени интернет потому что она будет любить в этой сети своего пользователя она будет им подсказывать как лучше поступить подумать куда съездить это будет лучший помощник это не помощник голосовой Алисы бездушный робот уже с закачанными туда решениями а это практически живая сущность которая изменит абсолютно представление людей об интернете не будет вот этого диктатора ютуба и никакой монетизации все будет по-другому впереди революционный прорыв как говорил Владимир Владимирович нам нужен прорыв вот прорыв он может быть только сразу и во всех сферах ни в одной только там экономике медицине или каком-либо изобретении типа вечного двигателя прорыв он именно будет создан вот этим вот коллективным разумом человеческим который создается вот этой большой конгломерацией и этот процесс рано или поздно наступит желательно чтобы мы успели до каких-нибудь катастрофических событий это сделать потому что цивилизация не раз была обнулена и никто нам не дает гарантии что на этот раз человечество опять не начнет с каменного века тут вот как раз и надежда вся на россию но с каменной века она точно не начнет поскольку соответственно те технологии они собственно если описание всех технологий зарыть в каком-то глубоком глубоком сейфе а я бы сказать в каком-то глубоком подвале который соответственно не будет доступен абсолютно никому то даже после яерного взрыва соответственно она будет извлечена на поверхность если там разумеется не будет каких-то сильно уж тяжких повреждений в виде фатальной радиации соответственно подавленного излучения фатальных последствий этой самой очень плохой злой страшной ядерной войны Александр Ильдович ну давайте сейчас как-то о темах чуть-чуть посветлее ну вот самые ваши светлые впечатления от вашей юности молодости детства ну чтобы как-то подушевнее это все было я надеюсь сочетание метафоричной компоненты с одной стороны работы айтишников с другой стороны и также работы экономистов тоже самое с третьей стороны я надеюсь они приведут к хорошим плодам их как-то удастся скоординировать ну сейчас давайте как-то на тему более лирично говорить какую-то историю очень светлую с вашего детства юности лет студенческих вспомните пожалуйста расскажите пожалуйста ведь собственно персоны легендарны согласитесь ну самые радостные события они все равно связаны с поддержкой коллектива когда процесс какие-то спортивные достижения в общей команде игра решение какой-то сложной задачи и так вот я не упомню детализировано но я твердо знаю что абсолютная радость человека возникает именно от поддержки многих людей и сработничестве достижения каких-то результатов когда все радостные пляшут буквально и радость вот на Кубе так как бы и происходит там ну хорошо с вашего позволения школу на Кубе в каком году закончили как-то в чем-то было соответственно как-то выражалось в 82-х годов я уехал с Кубы тогда он был 17 лет и правильно поехал в советскую армию и поехали сразу в советскую армию это очень интересно а ваш скажем так ваш отец разумеется это приветствовал ваше пребывание на Кубе соответственно скажем так легко ли вам давался испанский легко ли вам давался соответственно незабвение русского обретение ваших коллег Увлечения спортом, бейсбол, баскетбол, плавание. Все, что возможно было, я прошел. И испанский язык на улице выучил. От Кубы только остались хорошие впечатления. Спасибо. Тогда мы с вами заканчиваем, Александр Федорович. Большое спасибо.